Доброе утро, брат. Доброе утро. Надо видеть, братик. Да слава богу. Что-то прервалась связь, говорит, нет доступа в скайп, не знаю. Да это у меня, я еще в деревне, у нас связь такая тоже, как у вас была. Я на связь трачу, у меня уходит 3000 в месяц на интернет, через флешки. Ну а как иначе, с людьми тоже надо общаться. Вот. И я, а мы с этим, с Александром, то говорили. Я говорю, Игнатишичу позвонить, я говорю, деньги бы нашли, чтобы выходил в интернет. А потом говорили, а он все равно, говорю, не примет. Не примет, да. Я ни одного разговора по скайпу не принял, звонили, ни одного. И все время какие-то высчитывают деньги. Я только в ночное время с 24 до, кажется, до 7 утра в это время выйти, хотя бы посмотреть, что там, замки снять, которые, ну, когда закачают нам. Я о чем говорю? То, что, допустим, на следующий год, если Господь благословит, можно как делать? Можно, допустим, на месяц вам понадобится 4 флешки. То есть покупайте 4 флешки по 500 рублей. Вот. И вы спокойно можете в месяц без ограничений и там, и разговаривать, и в интернете лазить. То есть это будет стоить 2000 в месяц. 2000 за лето или в месяц? В месяц. 2000 рублей в месяц? Ну да. Я вообще-то там в интернет выходить не буду. Ты что? Сдурел, мужик? Нет, ну это, допустим, люди-то оплатят. Да нет. Нет, я на чужой счет не хочу, не даже разговаривать. Вот я заплатил 400. По 400 платил, а потом Никита что-то там добавлял. У нас же там тарелка стоит такая с этими, какая-то там. Нынче. Пришлось платить что-то там, я не знаю. Ну, тоже так. Мне такая же дарелка стоит, но мне 400 рублей, 500 рублей на неделю не хватает, даже на 5 дней. Ну, я ограничил себя. Только загляну и скорее обратно. Так, дело вот в чем. Вчера беседовали мы с Александром Адрусенко. Ни под каким видом не хочет, чтобы ролик выставляли. А Сергей без моего, говорит, ведомо выставил вот такое-то. Ну, вчера мы, ну, хорошо побеседовали. И в конце он уже по-другому начал. Об местописании. Ну, ладно, Библию давай, Библию давай открывать. Где? Тогда каждое место, смотри. И все четко места. И все места говорят о том, нет вне церкви спасения. Нет. Никто не дал тебе право в 2000 периоды церкви отбрасывать. Никто. А они только показываются. Я тебе говорю, бритые галстушные-то. Они ни поста, ни креста не имеют. Игнатич, но вы вот чувствуете, что вот он в опасном таком состоянии находитесь? Я скажу, что большой тревоги у меня нет о нем. Он один из вариантов, то что, ну, я как, я на молитве себя проверяю, это не в разговоре, что он испытывает. А может, через него кто-то сказал, давай испытаем там Сергея, там Игнатия. Как они там? Ну, и я начал его, он давай там Потемин. Я говорю, что ты в Потемках там найдешь? Потемин. Я молчал. Он говорит, Евгений, около часа. И мне все говорят, почему вы молчите? Такую ересь он несет, так издевается. Я говорю, я не просто сижу, я вмолюсь и делаю пометки. Я говорю, понимаешь, нет? Вот он говорил, у него сплошняком и не сходится. У меня таблица целая. Вот первый раз переговорили, допустим, у меня 47 замечаний, я не высказал, я пометил себе, где он сделал ошибки, где неправильно, и где у него ересь, ересь фонтанирующая. Но я его прослушал. Ну, а вы не могли бы это зачитать, коли уже записали, потому что это интересно будет? Если он выйдет, теперь я с ним уже беседовал несколько раз, у меня все уже готово. Я буду говорить. Когда я был в Синоде, там, за границей, ну и в семинарии Жордан-Вилле. Так, подожди, ты все у меня сбрасываешь, ты что делаешь? Это котенок у меня привез от моей рыжки. Ну, понимаешь, это как живщик какой, иди отсюда. Сегодня у нас земля снегом покрылась полностью. Ну, и вот, я когда сказал, что сколько правил действующих, никто до митрополита не знает. А почему? А я говорю, а сколько всего правил? Это Осипов не знает. Я для вас скажу. 989. С декретарями Юстиниана. Это до Никоновска еще. Дальше, теперь кое-что там подровняли. Теперь 719 правил действующих. Не имеют права никто отменять. Они на этом, говорят, присягу дают. Из них, я говорю, 413 ежедневно, умышленно попираются, целенаправленно искажаются и отвергаются. Вот это крещение там, ладошкой задение где-то, торговля в храме, вот это все. Раньше до 30 лет рукополагает, нужды никакой в этом нету. То есть это самые настоящие враги соборов. Так они за меня ухватились, а там, да по какому собору, да давайте все. Я говорю, у меня материал есть, я его отсылаю в патриархию сначала. Там был такой, кажется, Иннокентий Просверин. Вот. И хотели они напечатать это в 8 томе настольной книги священнослужителя. Это самый капитальный труд у них был. Это серьезный вопрос. Я вчера Александру говорю, ладно, ты не признаешь или испытываешь меня? Два варианта. Но теперь-то. Вот они говорят, мы, представители, ранее не говорят, что они пастыри. Поставил пастырь, у них пастор. Откуда слово пастор взялось? Ты взялся, что священник, нет слова такого. С переменой священства. Открыл? Такой-то стих, такая глава послания к евреям. Не с отменой священства, а с переменой. Переменой, вот на двери ручка у меня, я переменил другую ручку, а отмены я ее откинул, ничего нет. Вопрос. Второе. Как в Ветхом Завете? Так вот сейчас мы все священниками. Я говорю, не священники только. Открываем Откровение 1, 6 и 5, 10. Мы цари-священники. Священник-то еще неизвестно какой, а царь-то никакой. А через запятую стоит. Почему ты не претендуешь на должность президента? Все, поплыл мой Александр. Так это одна строка. Теперь 19, 6 исход, я говорю, написано. Весь народ израильский называется священством святым. Хотя ливийное колено, это уже священники. А как ставили? Там открываем и начинаем 30 глава исход, 31 стих. Там сколько-сколько, каких веществ сложить? То есть открытым текстом вся эта тайна-то. А дальше, кто подобное сделает, поможет, да будет предан смерти. Да будет истреблен. Я говорю, и как? А сегодня берут, рукополагают, единственное живьем в ад, единственное событие, за что? За отторжение от церкви. Это не просто так. Это супер серьезно. Потерять двухтысячелетний опыт церкви, это значит сразу живьем в ад лететь. Ну, он-то вместо выписывал, и гляжу, начал выписывать. Я говорю, ты подожди, ну и под концом еще несколько раз, ну разреши ролик высадить, ни под каким видом. Я говорю, в ролике участвуют два человека. Игнатий Александр, я согласен за свои слова отвечать перед патриархом, перед папами, перед всем народом. Почему что ты не хочешь, а, дорогой мой? Да нет, вот, значит, ты уже понимаешь, что там гнильем тебя надавили. Или ты меня все еще продаешь испытывать? Я прожаренный со всех сторон. Видишь, как это интересно людям, мы ничего не скрываем. И беседу с Александром будете говорить, попросите, чтобы он дал разрешение выставить. Ну, Игнатий Ильич, я его понимаю, в принципе, почему он не хочет. Ну, потому что он как бы сам находится в поиске и соблазнять не хочет этим других, понимаете. Потому что там слишком люди вот сильно соблазняются на всем этом. Пусть и соблазняются. Это опыт, это жизнь. Ну, соблазняются. А как же все архиереи подписали еретический символ веры? Соблазняются, но это не скрывает церковь. И вышел какой-то там протодиакон, Афоня, Афанасий. И один вопрос в упор. Ари, вот под тебя подписались все уже, твоя вера победила. А у них только одна домовая была в Константинополе, одна православная. И он говорит, тебя кто будет судить на суде Божьем? Как Христос? А как может он судить, если он просто человек? И архиерея дезавуирует свою подпись, выщеркивает, выщеркивает, выщеркивает и все повернул. А он будет патриархом Александрии Афанасий. Афанасий, патриарх. Вот как делают. Ну, какой соблазн? Ну, соблазн. По канону Андрея Критского. А Андрей Критский подписал Анафему 6-му населенскому собору. Церковь могла бы это утаить. Не утаила. Утаить можно на время, а потом все равно всплывет. И он тогда написал канон покаянный, как 50-й псалом после грехопадения Давид. Чем он вызвал? Я спрашиваю игуменов. Никто не знает. Я говорю, канон-то первая ступенька покаяния. Где его канон Андрея Критского по этим 250 событий библейских, благодарениям? Почему на вторую ступеньку не возводит? И почему он даже не помышляет о третье словословие? Я написал это, и у нас молятся на три ступени. Почему? Потому что он совершил большой-большой проступок греха. И он тогда подпись свою дезавунировал, убрал и написал этот канон. На том покаянии это для себя писал. Оно годно и для нас. Он Анафему 6-му населенскому собору подписал. Игрушка ли это? Вот такое дело. Так ли здесь, я говорю, Александр, разреши. Ну, говорили где не так, ну, пришли-то уже, считай, к общему знаменателю. Вне православия спасение искать исключительно трудно, даже в этих четырех других частях церкви. Ну, знаете как, у меня, я когда тоже, у нас, как правило, такие, я, в принципе, даю обычно ему, Александру, на лицензию ролик, то есть, посмотрите, и благословление прошу его. Вот, и, а в этот раз, ну, я понимаю, что он бы отказался, конечно, выставлять ролик, вот, и я поэтому и сделал без его решения. Но, понимаете, я долго думал над этим, я молился Господу, и я понимал, что не выставлять нельзя его, и его нужно обязательно было выставить. Ничего, ничего, это испытание. Почему-то сердце мое, немножко так, затрепещет другой раз за Александра, он слишком дорог для меня. И вот я говорю, Александр, ты, я говорю, говоришь, у тебя как будто бы вот такой смех, ты плакать научись, выпроси у Бога дар слез, и ты увидишь, как это будет. Вот это оружие у тебя в руках есть, я говорю, семь раз в день, по сто поклонов, с три святым, и ты увидишь, как у тебя все будет по-другому. Евгений сказал, да Евгений, он не в церкви, любой ересь тебе говорит, он издевается на троице, я говорю, что нормально, какие слова хульные говорит. А ты бы пришпилил одним ударом его. Мне, как проповеднику-миссионеру, необходимо до конца, чтобы человек раскрылся. Видишь как, поэтому я вот три беседы полностью ему, так на меня нападали, как вы могли это выслушивать, да как вы могли терпеть. Мог терпеть, это моя обязанность. Он теперь больше сказать ничего не может, а теперь если выйдет, я опять не напрашиваюсь. Теперь я ему все буду говорить, не позаглаза. Позаглаза легко говорить, пинать, когда мертвый за себя ничего не скажет. Когда я вел три радиопрограммы и выставил на шесть частей разбитые наши разные беседы с Александром Менем, интереснейшие, и когда их обнаружили его почитатели, там буквально фурор у них был, еще обнаружили интересные такие беседы он ведет. Из Барнаула, говорит, и Москва. Я когда выставил, с того времени написанное на пленке, в радиостанцию пошли звонки, а ему уже авторитет создали, уже канонизируют. Да как вы могли, да мы так вас уважали, а вы спорите с таким человеком? Я говорю, я могу, а вы не можете. Я говорю с живым. И слышно, как он чай размешивает, как мы говорим, как он засмеялся. Видите, это не подделка. А почему я не могу с ним разговаривать? Мы разговаривали с ним, как брат с братом. Я у него исповедовался и причастился. У нас нет, что он в нем не православ. Я спрашивал про евреев, может ли быть тот-то еврей патриархом. Ну, самое сложное. Почему Мень называть Мень? Это Налим. Он говорит Налим по-еврейски. Скользкая рыба. Ну и все. Я эти записи слушал еще 8 лет назад. Но это были первые записи, которые я слушал с вашим участием. И я эти записи раз в 20 точно переслушал. Я их практически на еду и знаю вот эти беседы ваши с батюшкой. Они мне очень полюбились. Вот сейчас за это, в общем, ну, можно сказать, с весны вопрос такой стал вопрос религии. Вот что вы можете о религии сказать? Как нам вообще принимать религию? Как относиться к религии? Да, я тоже много над этим сейчас думаю. Вот, ну, вообще, как я понимаю религию, да? Религия по-гречески – это восстановление связи. То есть в переводе религиар по-гречески. Переводом несколько. Один из переводов. А это несколько, да. Как вы понимаете это слово? Я слово религия понимаю так, как у меня греки были. Я спрашиваю, как? Переводится, говорит, четко и определенно. Благочестие. Благочестие. Больше ничего, говорит, в этом нет. И теперь остальные политические оттенки на нее напустили. Определяет религия. То есть отторжение от мира. Благочестие. В этом смысле. Слово это встречается в Библии, но мы его и не замечаем, потому что оно переведено на русский язык. Вот и все. Бог не религию нам оставил. Он оставил нам сына своего. И в этом все. Когда вот беседуют, ну, такие, которые там среди мусульман бывают. Мне звонят из Пакистана, там, допустим, священник. И вот как с ними? Я говорю, очень просто. У меня свой подход. Я беседую с мулами. Мулы. Собрались. И я с ними сижу, беседую. Я задаю вопросы конкретные, четкие и ясные. И один из них, я, говорит, только что вернулся из поклонения. В медине был. Там, где поклонялся. Четки в руках у него. Вот так вот сидит, перебирает. Говорит, ну, ведь у нас же сказано, что суд Божий будет. Всех кивает головами. Да горе нам, а сын Марии нас будет судить. Видите, это непростые люди, мулы. Это по-нашему священники. А почему беседа? В беседах с мусульманами я исключаю три слова. Аллах. В Йемене оно запрещено христианам произносить. Я и не знал, недавно узнал. Второе. Мухаммад, то есть Магомед. И третье. Коран. Коран. Я их не произношу. Мне Бог повеление дал нести Евангелие всему миру. Евангелие. И не опровергать Коран. Теперь я, если открываю 4.12 деяния апостолов, что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А как, Мухаммад, я снова считаю. Ну а какой последний пророк они добиваются где-то? Последний пророк Иноха Илья сойдут на землю. Я не касаюсь этого. Почему? А из этого и проистекает то, о чем они спрашивают. И дальше уже начинает так вот. Пример я хочу сказать. Как это? Я сижу в камере. Меня ведет политотдел. У меня на деле знак КГБ стоит. А я потом только узнал и увидел это. Куда же вас поместить? Ведет меня Ульяновский Владимир Александрович. Я говорю, где не курят? Да такого сейчас нигде нет. У нас все курят. Ну вот, говорит, камера одна есть. 112-я. Второй этаж. Тут один директор. Он во главе идет. Кто во главе? Много судимых. За паровозы считается. Первые секретари судятся. Райкомов. Там большая связка была. Его сейчас нет. Ничего тут не задеваете у него. Я вас сюда помещаю. А что это у вас в руках? Я говорю, вчера кружку дали. А она там задымленная. Ее там рвут рубахи. Это называется дрова. И чай там кипятят. А чай зашивает там в разные флещики везде. Он эту кружку взял. Как по коридору гольнул. Вызвал там это. Вы кому дали кружку? Вы смотрите, кто перед вами. Тут же мне новую кружку выдали. Просто не новая, хрустящая. И подсадили преподавателя второй группы космонавтов. Лозина Анатолия Максимовича. Большой человек. Я узнал про космонавтов из первых рук. Он близко знаком с Туполевым был. И вот директор этот сидит. Север Владимир Митрофанович. Во главе которой за паровозой идет. И он. Ну, считаем мы Слово Божие. Я им считаю. Да мало ли что тут написано. Маленько погодя вопрос. Я опять отвечаю по Библии. А уже через два дня они спрашивают. А что у вас по этому поводу написано в вашей книге? Опираться на Слово Божие. Оно нас защищает. Не мы его защищаем. Нет. Мы, говорит, в церковь спасаем. Нет. Мы в церкви спасаемся Христом. Надо правильно выражать свои мысли. Вот и ответ. Ну, ответ такой. Ответ. Один. Вы один ответ даете. А другой другой. Ответ. И опять же все. По слову. По слову. Вот он дает ответ. Вот мы беседовали. Видели там с Америки. Он едет. Или с хорошим баптистом беседовали. Дальше что он не выходит. Он выписал книги. Купил мои. Показал, что они у него там лежат где-то. Есть вопросы, которые они никогда не ответят. Самый простой вопрос, который я задаю число 16 глава. Почему самое страшное наказание? Меня упрекнул вчера Александр. Вот вы говорите одно и то же. Я говорю, знаете, здесь, как называет секретарь, ну, как председатель журналиста Полтавецкого края Сергей Тепликоп. Он Кочевников подписывался. И он говорит. Игнатий повторяет одно и то же, как учитель ученикам, которые не могут выучить, что такое дважды два. И далее говорит о положении в церкви, которое я обречаю. Я сейчас с вами беседовал. А вчера только новый завет, новый человек, я говорю, зашел. Совершенно новый. Который желает объединить всех людей, родноверов и прочее. А в конце беседы у него уже настрой другой. Он еще раз, говорит, я выйду на вас. Поэтому по одной беседе еще ничего нельзя сказать. Он новый, я его и повторяю. Почему? Апостол Павел повторяет в каждом постании. Вот теперь, я говорю, что я вам ни разу не говорил. Александр, записывай. И стали говорить. А где это записано? Я говорю, понял. Я приоткрываю от себя только маленькую часть, чтобы вогнать в это русло. У меня определенное время, поэтому я выслушал. Теперь самое главное ему говорю. Христос призвал нас не к объединению, а к разделению, говорит. Я принес меч. Отец против сына, сын против отца. Где ты объединение нашел? С кем объединяйтесь? Объединяйтесь мы можем только у ног Христа, приняв его слова. Вот четкая позиция. И поэтому то, что вы делаете... Вчера заходил этот человек. Это ложно. Языщество отвергнутое. Языщество это поклонение твари. Если познали, насколько высок творец, как творение, как и познали творца. При мудрости Соломона это описано. Он первый раз зашел. Ну, родноверие, оно само по себе не жизненное. Она сама по себе умрет, потому что у нее нету продолжения совершенно. Они вот одно и то же, как бы, не растут. Они, как бы, видят искусственное образование. Вино на голову цветы. Я стал расследовать. Когда Левашова почитал Николая, я увидел, что это тоже штучки еврейские. Евреев ненавидят. Ненавидят? Ну да. Сидят евреи. Они, что он будет? Он в Кочегаре мне работает, со мной вместе дороги не строит, пруды не восстанавливает. Так давайте на этом сыграем. Они сыграли. А давайте что? Да вот природные люди такое-то. У них ненависть к евреям. Это у вас еврейский бог, чудовище, там, то другое. Но посунули это все. Теперь грозитесь между собой. Они отошли и забыли про евреев. Это еврейские штучки. Я стал молиться. Вот этот ИГИЛ, молодежь, со всего мира туда бежит, бомбардирует. Вот эти американцы вроде ошиблись, а разбомбили сирийские войска, то другое-то. Я молился. Меня нету... Я не советник военный-то. Но я увидел, что это такое. Еврейские штучки. А почему? Потому что несогласие это должно привести к общему будет когда-то. Один будет правитель на земле. А они-то с ними как там воюют? Там подрывают по разным местам. А как их вытащить из домов-то этих? Патриотов-то, которые взрывают-то все. В одно место-то. Ну, там дальше теперь колоти, может, любые ракеты через Каспийское море. Давай. Ага, халифат. Давайте мы сберем это. Ну, вот Белладен. Сотрудник СРУ был, оказывается. Это все с подтекстом надо считать. А теперь они в одно место бегут туда, эти Варвары, Капралы там разные. А их там долбят и бьют пачками, тысячами. В одном месте, как мух давят. А мне их жалко. Я не скрываю это. Почему? Молодые ребята. Гляжу, какие спортивные. Как они бегут. Взрыв. Нигде никого нету. У них ни самолетов, ничего нет. Чего с ними не воевать-то? У них... Ну, нет ничего. Это же большая разница. Одно дело автомат, другое дело летит бомбардировщик самый новейший, посылает туда. Это все умышленно сделано. А они-то глупые лезут туда. Меня упрекают сейчас. А вот вы пиаритесь. Просили президента послать вас в ИГИЛ. Вы же знали, что они поехали. Я уже вещи собрал. Знали. Ничего вы не знали. Я уже там был с ними. Я Турцию проехал. Мне пройти надо было. И вы знали, что вас убьют? Как Бог даст. А что вы делали? Они не дают говорить. Мне и не надо. Я бы молился. Я только молился. Иногда я совершенно молчу. И выхожу утром, а человек уже у дверей стоит. Молитва, связь с Богом. А они этого не знают. Я только молюсь за врагов. Златовусть меня научил на первом месте враги. А о них перечисляю. Господи, прости. Это безумие их. И в судный день не помене. Это все остальное. Сейчас недавно фотографии выставили. Институт благородных девиц. Как они одеты прилично. А кверху открыто. И как их учат танцам бальным. Ну, хороших жен офицерам. Ну, как у Гитлера-то были. Расу выводили. Благородный девиз. И ни одного нигде нет. Позапрошлый век. Все до одного уже съедены червями. А их посылали, учили. А кто из них Бога знает. И непонятно, кто их учит. Мужчины стоят. И они все там руки распустили. Я насчитал 50 девиц. Во дворце там где-то таврическом. Ну, ясно дело, что красиво и интересно. Но душа одна и жизнь одна. И целая вечность впереди. Учили ли они их Слово Божие? Не учили. На 100% знаю. Учили танцевать. Правильно говорить. Ну, как вот фильм Иеремия. Это как глядеть, голову опустить. Игнат Ильич, вот я что думаю. Мы сами тоже говорили по этому поводу. Но смысл такой затыкать вот эти вот дырки мировые, откуда, отоксюду течет сейчас, да. Вот эти желтые, оранжевые революции, вот эти вот воины повсеместные, да. Да пусть уже скорее случится все это. Это замысел врага рода человеческого. Убить тяжело на работу это. Ну и пускай все произойдет. Но теоретически, да. Мы же знаем, что в войне третий не миновать, и это обязательно сбоится. Ну, написано, говорит, зеленая трава, одна треть ее и сгорит. Зеленой травой свецы отцы называют и благодетельно живущих. Что делать? Ничего сделать нельзя. Я привожу все время пример видения Даниила. Он стоит на берегу моря, видит себя. Выходит овен, баран. И он начинает к северу и к югу, всех попирает ногами. И он стоит. Дальше. Козел. И как этот козел дальше действует? С яростью бросился. Растоптал его. Это Александр Македонский, Персидского там царя. Дарья. Полностью разгромил. Ну, можно переменить местами, чтобы козел был, а баран бросился? Не можем. Это запрограммировано. Запрограммировано. Ты считай 11 главу 3 книга Ездра. Орел. Какие перья? Выходят перо на короткое время. Рядом под перьями там еще выходят. Вот они тебе, эти Брежнева, Устинова, Черненко. Они вылазят здесь. И все это уйдет. У Бога разнарядка есть. Но мы должны в это войти со склоненной головой. Да будет воля твоя. Вот вчера я как раз Александру сказал. Скажите, вы верите, что потоп был? Да. Ну, раз верите, давайте поверим дальше, что жена Лотова была-была. Да как это ветхий завет? Правильно. Но Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Если ты не знаешь, что ты будешь вспоминать? А дальше говорит, как было во дни перед потопом. Понимаете, мы должны туда опустить. А это были образы для нас, достигших последних веков. 1 Коринфян 10, 6, 11. Я повторяю это. Почему? Господь все время повторял одни и те же слова. Звал к этому. Почему вы боитесь этих слов? Мне не надоело повторять. Но тебе лишний раз напомнить, вредно это будет или нет. И вот теперь мы должны заглянуть туда, как там было. Да, было разнаряжено. А надо ли было Израилю поднимать восстание? Барков бы поднял. Рабеки битом помогал ему. Надо ли это? О чем пишет Иосиф Плаев в Юдейской войне? Не надо. К этому подходило. Надо ли было Гитлеру рождаться, воевать против Советского Союза, чтобы его не испровергнуть? Это колос на глиняных ногах, как он говорил. Не надо. Оно само развалится. Впереди Михаил придет. Последний завершитель. Все. Первый Михаил. Первый Михаил пришел из династии Романовых. Первый избранный. И Михаил. Второй Михаил. С которого на 3 марта приходит. И третий полностью конгломерат разрушил. Михаил Сергеевич Горбачев. Все. Все. Больше Михаилов нет. Куда им взять? Владимир Первый крестит. Владимир Ильянов раскрещивает. И последний Владимир покажет, что будет. Вы верите, не верите. А еще 25 лет назад я в школах, в университетах, везде об этом говорил. А потом ко мне я там в Потеряевке. А еще ничего не было в Потеряевке. Там яма одна. И мы сделали костер. И приезжает главный агроном Кадниковского. Теперь он главный зоотехник Мамовского района. Мы с ним говорим раз, другой. А потом мне говорят. Я в прошлый раз приезжал. Вы видели, человек молчал, сидел. Ну. Ну, я сказал, что это мой товарищ. Родственник. Это из КГБ были. Из КГБ. А другой раз. А это, говорит, секретарь райкома приезжал тайно. А откуда вы знали, что это будет? Я говорю, написано. Я заранее говорил о крушении Советского Союза. А еще советская власть была. Как вы могли знать? Никак. Так, у меня знаний нету. У меня вера есть. А знания, поскольку, поскольку, я внимательно смотрю, что совершается. Да когда случился ГКЧП, 19 августа. Он приехал, там привез женщин с райкома. Все. Хана этим демократишкам. Все. У тебя ж будет такое у нас все достаток. Это по карточкам давали. Я говорю, Валерий Григорьевич. Игонин фамилия его. Скажите, а где вы возьмете эти продукты? Да у нас запасы стратегические. А они не для корма, нищим. Стратегические запасы. Самое большее, что у нас в стране есть на 3 месяца. Больше ничего нет. Через 3 месяца людоедство будет. А это через 3 дня там все это кверх ногами пошло. И он приезжает, говорит, райком это все расформировали. Вам стулья нужны? Да мы стулья там получили. Мы маленько на обедках от Валка, как воронье, покушали. Понимаете, надо знать и соглашаться. Ничего сделать нельзя. Но в это я вписался. Как? Я стал молиться. Потеряевка начала строиться. А ГК-щеписты-то все презрения. Они там... Я говорю, давайте в приют построим богаделье для ГК-щепистов. Для коммунистов, которых никто не признает. Это тоже люди. Они могут обратиться. У меня первая мысль была помочь нуждающимся. Хотя у самих есть было в проголодь. Вот я сейчас, знаете, как... Вот я по своему каналу хочу сказать. Ну, много людей стало, знаете-ка, и в комментариях пишут, что, в общем, ну, недовольны то, что вот осуждаю, ну, и я, в частности, и мои собеседники, да, то, что осуждают сейчас. И церковь, и попов осуждают. Вот. Но я как-то стараюсь людям донести, что я ни в коем случае не сужу. У меня сердце болит за нынешнюю ситуацию, да, в православии. Вообще за народ мы российский, точнее русский, ну, российский, да, можно сказать. Вот. И осуждаем, да. И как это осуждаем? Что за осуждение? И вы знаете, я вот общаюсь с этими людьми, пишу вот часто, я говорю, осуждает тот, кто в другом видит осуждающего. Видишь во мне судью, не судишь ли ты меня в таком случае? Слово судить выносить окончательный приговор. Они не знают этого слова. Потому что мы не знаем, что будет. А как апостол Павел об этом говорит? А некоторые, говорю, стали враги креста Христова. Перечисляет их. Об этом говорит возлюбленный ученик Иоанн. Что Диатреф делает у них? Зачем он говорит Диатрефе? И он, говорит, изгоняет нас и тех, кто нас принимает. И Павел принимает. Александр много сделал мне зла. Он вспоминает их. Сегодняшних людей, которые непосредственно его касались. Много лжебратьев, опасностей. Все перечисляет. Но окончательно вывода он не делает. Осудить. То есть, да, я был, да, был, меня осудили. Меня осудили. Осудили по той причине, что статья была у них такая. Распространение заведомо ложных измышлений. А ни одного ложного и не было. Я пришел к этим, к экспертам после освобождения. Она говорила, раскулачивания не было. Преподаватель в университете в этом, сельскохозяйственном. Я говорю, Надежда Ивановна, ну ведь было, да, было. Говорит, у меня деда раскулачили. Да как же вы говорили, не было. А вы же на суде у меня говорили, что я про это насчитал, раскулаченных. Интервью брал у них. Как они там умирали, которая бежала с детьми тайгой 700 километров со зверями. Его слушать без слез нельзя. Это у меня в аудио и в 12 томе открытым оком полностью записано. Я их записывал. Когда мужей взяли, мужья погибли, а они одни с детьми были. Было, было. Ну, забыть, да, все. Очень легко. Я вернулся, первым делом пошел, встретился с судьей, который меня осудил. Макаров, Владимир Александрович. А он уже в арбитражном суде. Вы нас, наверное, проклинали, детей наших. Я говорю, Владимир, мы молились за вас. Он, не знаю как, ко мне на дом приехал судья, который меня осудил. Который курировал в КГБ. Николин Юрий Михайлович. Приехал и все купили книги. Вот и все. А на Пасху там мы перезваниваемся с начальником тюрьмы. Начальник тюрьмы умил по-христиански. Вот и все. Ты не держи это на сердце. И это будет вспоминать. А как понимать, не судите никак? Как это понимать? Никак. Никак. Ни с какой стороны не говори, ему покаяния нету. Может быть, я добавляю. Вот те, которые нападают, хулит всячески, очень близко к тому, что он Духа Святого похулил. Вот как с Куратовски. Очень и очень сильно похоже, что похулил Духа Святого. У него ни удержу нету, он не понимает ничего, полностью у него шиблены мозги. Он не понимает. Что сказать? Молиться за него. Я говорю, может быть, мне не открыто. Но по поступкам, по словам его сходится все. Перешагнул грань где-то. Покаяния уже нету. Вот как Дворкин. Он такое злодеяние высел, что покаяния может уже не быть. Но я не сужу его, я просто констатирую факт. О Скуратовском вы говорите, а вчерашнем он, может, уже давно, и не тот, может, он изменился. Вот тот, и что не изменился. Он только вчера и выступал. Понимаете, как у меня, ну, у меня просто склад такой вот, не знаю, ума или духовное сложение такое. У меня от рождения не ехал. Я еще даже когда не знал вот эту заповедь, что апостольскую, чтобы, если возможно, оставаться со всеми в мире. Я всегда по жизни стремился быть со всеми в мире. Я не могу, чтобы, ну, вот так вот был какой-то, знаете, разлад между людьми. Я стараюсь вот со всеми как-то на хоре. Брали я вот делаю. А не всегда вот оно вот как бы и хуже иной раз получается. Раз на раз не сходится. Где-то правильно, где-то надо уметь молчать. Во время борьбы, во время войны есть три вида борьбы. Одно наступление, второе держать оборону и третье отступать. И Кутузов правильно делал. Он говорит, наша задача отсидеться. Они перемрут, как мухи зимой. Так и было. Бородинского сражения бы не было, если бы император не настаивал. Иди отсюда. Если нас надо уметь отсидеться. Есть борьба, враг один, где только отступать нужно. А какой? Бегайте, блудодеяние. А вот я обратился. Старый там, у него там сколько, я говорю, я был? 28. Помнит, больше не помню женщин. И вот я бы ей по последней жене пошел, рассказал бы. Она обратилась. Я говорю, святые учат так, чтобы по той улице не ходи. Имя ее вспоминают только в молитвах. Ты поплывешь. Она заглотит тебя. Черная космическая дыра всасывающую силу имеет. Туда все втягивается. Вот надо знать, где, как. И поэтому сказать правильно, это только по конкретному, определенному случаю. У них навыка нет. Я сейчас стал показывать. Я говорю, смотрите, создают миссионерские отделы. Их не создать. Это поделка сатаны. Ни одного миссионерского отдела не было в апостольские времена. Во времена святых отцов не было. Их Христос не создавал. Он посылал по два человека, весь отдел. 12 разил. Ну что, не видишь, что ли? Павел избирает. И когда сварна войны у него не получилось, ну из-за Марка, он берет силу, а тот Марка опять по двое. К нам приходят Кирилл и Мефодий. Понимаете, они не понимают ничего. Ты можешь быть проповедником. Я доказываю, проповедник хороший. Ты только не удивляйся, что надо. Адоль Гитлер. Это харизматический, как он выходит, как вся нация за ним. Ленин. Керенский. Фидель Кастро. Я тебе назову людей. Это проповедники своей идеи. Но не благовестники. Благовестники есть очень хорошие у баптистов, у адвентистов. То есть благовествуют о Христе Иисусе. Но с разными, говорится, с отклонениями где-то. А это не миссия. Миссионер, он не может научиться нигде. Он берет только от Бога. Миссия – это дело Божие. Они не понимают этого совершенно. Миссионер. Какой ты миссионер? Миссионеру Бог открывает и полагает на сердце, где сказать, где, может быть, даже в детство вступить, где промолчать, а где отступить. Вот форма борьбы три. Держать оборону, нас вместе сидеть. Наступление вперед в атаку за родину, за Сталина там или где. И отступать назад. Вовремя до Москвы дошли, а потом поперли вперед. А вы бы согласились, если бы они назвали себя отдел проповедников, допустим? Да, да. Отдел благовестников, может быть, отдел проповедников, отдел благотворителей, отдел певцов. Все отделы можно создавать, кроме одного, миссионерские. А миссия принадлежит только Духу Святому. Дух Святой придет и научит вас. Писание все об этом говорит. Сидите и ждите, доколе обречетесь силой. Они не обречены силою. Они академии кончают. Вот возьми Алфеев, Алфеев, как это там, Алфеев, митрополит Эларионта. У него грамот, он музыкант, композитор, а он не миссионер. Он проповедник хороший. Возьми, вот выступает Андрей Ткачев. Замечательные батюшки. Смирнов говорит. Еще раз показывает. Ты меня прости за это, я грубо показываю. Это лестница, называется лестница. Вот по ней забирайся. Мне иногда вопросы задают такие простые, но вы же уже знаете. Для вас не знаю ответ этот. У меня сразу четыре ответа. А какой дать, я не знаю. Ну, хоть какой-то, хоть какой-то как раз не могу дать. А когда дадите? Как Бог скажет. Иногда месяцами. Один и тот же вопрос перед Богом ставлю. Наконец ответ поступил. Они этого не знают и не понимают. Может быть, говорил, не помню, но я часто об этом думаю. Вы вот прекратили вот миссию вот свою, да? Ну, то, что ходили там по общественным заведениям, по площадям, везде говорили. Вот. А почему вы оставили это дело? Я вот чувствую по себе, что это дело нельзя было оставлять. Так, теперь, в это воскресенье, я с предисловием говорю, наши, несмотря на пакет против благовестия Яровой, которые сейчас везде душат страшными этими штрафами, наши вышли. У каждого документ, в папке с собой все это взято. Документ. То есть он нам разрешает. Община разрешила, подписи, печати с обратной стороны документа, копия нашей регистрации в краевом отделе юстиции. Ну, никто не подошел. Если нас даже задержат, у нас документ, который нас оправдывает. Почему я не стал ходить? Всему свое время. Знаете, как у меня стихотворение написано, пример себе своим воображением. Я там пишу, я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Я застолбил, показал, все. Во-первых, ходить мне очень уже несподручно, у меня с коленями трудно идти. Дальше, у меня огромное... Значит, ходить машиной, машиной, что мало машин, что ли? Машина, по дворам идти надо. Дальше, молодежи дал возможность, они едут. У меня есть кого послать. Но я в это время бодрствую и молюсь, я с ними пребываю. То, что где высеяно, вот ко мне на этом сейчас... Вот позавчера только приехали для библиотеки, просят хоть сколько-то книг. Я 10 книг пожертвовал. Книги-то кончаются, у меня нет. Вот с 10 октября, у меня из Америки, из Австралии, откуда только не просили книги. Я говорю, вернусь с 10 октября. Ну, под скайпом писали там, или в моем мире где-то. Я со всеми присутствую. Я прошел от Владивостока находки до Лиссабона, Скандинавии, Прибалтику. С меня уже хватит. Прошли Турцию. А, Игорь Ильич, а это... Вообще, опыт был такой, чтобы выходить просто на площадь, да? Вот. И начинать прям говорить. Да. Такой... В советское время у меня было это, не где-то. Ну... Я стою, допустим, на вокзале. Вокзал, площадь вокзальная, привокзальная площадь. И я начинаю говорить. Зашевелилось. Народ мгновенно собирается. И кто-то уже побежал в милицию. Мобильных телефонов не было. Милиционер подходит. Товарищ, вы что тут делаете? Я разворачиваюсь. А, это вы. Извините, пожалуйста. Развернулся и пошел. А почему? Я вел занятия еще при советской власти во всех отделах милиции. В линейном отделе, это шестой уже отдел. В городском УВД, в седьмой и краевой УВД. Никого там не было, ни одного папа не было. Никогда. Да, похоже, и не будет. Однажды я на вокзале стою, и в это время какой-то мужичонка подходит. Но я по глазам-то вижу на веселье. А вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, нет. А я там из Шипуновского, что ли, района? Прокурор, ой, как вы тогда у нас выступали. Я это все помню. Я говорю, а что ж ты? Тут маленько расслабиться. То есть люди помнят. Я в прошлой неделе только неделю просматривал старые ваши ролики, где зимой где-то в лесу 96-й год, потом в университете, как говорили. И, ну, конечно, таких людей, ну, опять же, я не похвалу, я просто смотрел, и вот, как бы, знаете, ну, душа загорается, глядя на все это, видя. Ну, там еще молодой, да, там 50 лет с небольшим, вот, какие горящие глаза такие. Сейчас, конечно, нету таких, ну, вот, долговестников таких нету. Так, тут еще школа юнгов, тоже авиационная. И это все в фильм попало, как я у них снимаю, там режиссер приехал одновременно. Я говорю, из вас готовят героев. Вы смелые, жертвенные. Но если без Христа, вы головорезами будете. В разные структуры мафиозные пойдете. Это все в фильме показывают, в фильме. Фильм, который займет первое место в России. Златоуст из Потеряевки. И вот я закончить хотел про это училище. И вот они на подъеме, вот случай такой был, приехал я туда к ним, на какой день там назначают они, там раз в неделю. И говорят, сегодня, наверное, беседы не будет, сейчас только артисты выступали, с Москвы приехали, интересно такая была. Они уже устали, курсанты. Да и обедать сейчас будет. Я говорю, ну я пришел, ну хоть минут 10. Да нет, они уже слушать не будут. Это молодые люди. Пять минут дайте тогда. Ну ладно, пять минут. Проходит пять, пятьдесят, час. Он заходит, часы показывает. Ребята, на обед надо. Подожди ты, я полтора часа безвыходно говорю им, молодежь вся замерла. Понимаете? Они не знают это, что означает благовестие, когда исходит оно от Духа Святого. Недавно приехал митрополит к нам Сергий и с ним диакон там, черных, кажется, фамилия его. И вот такой голос у него в Потеряевке служит. Он говорит, а вы знаете я кто? Я говорю, да я же как раз курсант был, вы у нас выступали. То есть по одному где-то появляются люди, которые, перед которыми я выступал. Я не видел обращения. И меня они пригласили к себе, все такие полковники, подполковники, отдельные к себе после занятий. Не знаю, чем у нас пиво тут. Я говорю, я не пью. Чем бы вас наградить? А сапоги возьмете? Я говорю, какие? Хорошие, яловые. Он полез за диван, вылазил. Размер какой? 43. Я говорю, так это мой размер. Возьми. Он к другому там, прямо аж весь такой. Скажи, у тебя какое чувство? Он говорит, мне кажется, я ни в академии, нигде не учился. Они присутствовали там, офицеры. Почему? Интересно. Вот я прихожу, ректор, ректор университета Евсигнея Владимир Васильевич. 21 тысяча студентов. Он вызвал меня и говорит, тут надо вам занятия провести с бизнесменами. Ну, хорошо. А когда? Туда. Пара часов, по паре часов. По два часа. Сегодня, там завтра, послезавтра. Я провел всего несколько встреч. Ну, не больше трех. Две или три. По два часа. Он меня вызывает и говорит, деньги получите где-то. А там в другом здании. Я говорю, какие? Да, как вы выступали? Да, я же бесплатно. Как бесплатно? Да, у нас в университете занятия бесплатные. Я говорю, 17 лет. Да вы что? Сейчас же подсчет поизвести. Там такая цифра. Даже говорить боюсь. Получите деньги. Так. Я пошел получать. Там такие деньги. Я говорю, а за что? Я пошел опять. Я говорю, а за что ж такие деньги-то дают? Я, конечно, привез диски, там, где там фильмы наши. И на их вопросы ответил. Один еще строитель, Старохин, говорит. Я говорю, помогите мне достать тестомец, который мешает тесто. Дежа называется. Дали. Привез я. Да кака, говорит, по ставке профессора. Да какой я профессор-то? У меня и кандидатской нету. Не скажите. Так я говорю, тут и по профессорской больше. Они еще не Нобелевскую премию мне там дали. Я вот из личного опыта, да, и наблюдаю за людьми, да, все-таки. И сейчас много таких вот отделов проповеднических. Много молодежи сейчас ходят по улице, да. Да, ну и от себя тоже я на себе это не раз ощущал. Вот иногда дается, да, говорить. А иногда не дается, да. Иногда дух вот посещает, то не посещает. Одним людям говоришь, на других не можешь язык повернуть, колом стоит. А у вас постоянно идет, вот что это за секрет? Как это удостоверить, чтобы всем всегда говорить? Семикратно в день прославляю тебя. Псалом 118, стих 164. Выбери время для молитвы. Три святоя и сто поклонов. Это раз. А потом своими словами с воздеянием рук. Каждый день, ночью за Патриарха, за Путина, за всех. За Эрдогена и Амана Тулеева. За всех молимся, чтобы не было покушения. Чтобы всем дал Господь духовное рождение. Я не знаю, я ответить на этот вопрос не могу. Оно естественно. Три вида. Наступление, оборона и отступление. Как к какому ответить? Бывает никак. Я просто смотрю на него и молюсь. Вот вчера зашел человек с определенной мыслью. Первый раз. Михаил. За Грудинов какой-то. Я могу ошибиться, чтобы не обидеть его. И он уже все. Все, я обязательно сейчас вопросы накоплю, приду. У него мысли уже совершенно другие. Одна встреча. Иногда мне по телефону звонят. Звонят. Вот мы обязательно, мы должны, мы хотели. Мы там на ваши занятия. А я же не знаю, кто там. Может быть, сидят в епархии сейчас. И что он ответит? Я говорю, здесь хорошие батюшки есть. Вот в таком-то здесь. Пойдите. У нас замечательный митрополит. Здесь в таком-то соборе такой-то. Там-то идут такие-то занятия где-то. Я знаю где. Идите туда. Нет, я был, ничего не понравилось. И я стал спрашивать. И сказали, а это тебе только Клапкина идти. Не можем принять. Я никого не принимаю. Никого. Поэтому больше не звоните. У нас принято. Необычное решение было преобразование общины. К себе никого не звать. Нет такой общины и не было нигде никогда. Так вы тогда исчезнете. Не исчезли? Худо-бедно, 20 с лишним лет. И к себе нельзя звать. Я ко Христу звать. А почему не звать? А почему не зовете? Потому что они уедут карикатуру, христиан, может быть. Игорь Михайлович, а это отец Аким-то, он когда в Воронеже-то не собирается? Ничего не знаю. Он ни разу не позвонил даже. Потому что мы раздаемся. Не совсем. Ладно, я умоляю на коленях его. Не езди. Не езди. Нет опять по мощам, по монастырям, по знакомым. Опять какую-то гуманитарную помощь в Донецку собирают. Едет. Ну да добрые дела. Батюшка-то не поедет на плохое-то. Ну мне это непонятно. Чужая постель, чужая еда. Я не привык к этому. Мы даже вот в нашей миссионерской поездке, миссионерской, запомни. Два человека нас было. Шофер, это просто шофер был. Собака тоже не в счет. И я знаю, что мы все время в машине. Палатка рядом. А так все чужое, даже среди хороших людей. Ну зачем? А он все равно, я поеду. Ну и ты занимайся здесь, я поехал. Надо, ну ладно, я ему сам позвоню. Позвони. Телефон есть же его, батюшкин? У меня есть. Пригласи, скажи, мы обойдемся лишний день. Обязательно заехать. Скажи, я прошу его, чтобы у вас был. Где он-то поехал? Я даже не знаю, где он. Но, как они привыкли на Украину, там набирают несколько машин и везут. Неплохое дело-то. Ну ладно. Ну это, что, поговорили? А? Я говорю, все, поговорили. Поговорили. Володю. Я очень рад. Володя подошел. Вот. Мы выставили. Выставили. Интересно. Тут брат наш один, он страдает запоем. И вот он у меня был, брат этот. Я сказал, тебе лучшее лекарство у меня на квартире жить. Он неделю прожил и три года в рот не брал. Я уехал, а он и в голубей моих забыл, он кормил. Он и комендант эконом здесь. И к нему наши братья четверо пошли. И записали ролик, выход из запоя. Там за два дня больше тысячи посетило. И вчера пришел протест из администрации Ютуба. Конфиденциальное нарушение и прочее. И Володя сейчас ходил, его записал. Он не посылал. Он не против. Он согласен. Я видел, а звук там плохой. Надо камеру было поближе к нему. Ну, это снимал Володя. И вот Володя сейчас пришел от него, от Михаила. Засняли. Его паспорт, что именно он. И что говорит. И его подпись. Чтобы обвинений не было. Я никому не поручал, никому не рассказывал, он говорит. Никому. И сам не писал никуда. Это враги. Под кем-то и... Понятно, что делают. С Богом, да? Все, с Богом. Храни тебя, Господь, брат. С Богом. Паспорт. Привет. áng